Депутат Государственной Думы от Ненецкого округа Сергей Коткин прибыл в регион в рамках очередной региональной недели. Сегодня он провел пресс-конференцию, в ходе которой ответил на вопросы журналистов. Пресс-конференция началась с самых острых вопросов, которые беспокоят жителей региона больше всего. И в первую очередь это введение QR-кодов, ограничивающих передвижение внутри страны и региона. Вопрос вынесен на рассмотрение Государственной Думы. Сергей Коткин отметил, что окончательное решение, как будет голосовать, еще не принял. Но, по мнению парламентария, введение QR-кодов не нарушает статьи Конституции. Точку зрения свою выскажу по этому вопросу. Но это не значит, что я уже принял решение, как буду голосовать по этому вопросу. Безусловно, мы будем еще обсуждать то, что я сказал. И в итоге уже выработаю какое-то решение перед отлетом с Ненецкого автономного округа. Прежде всего, никакого нарушения Конституции нет. О том, что мы будем вводить эти коды. Есть абсолютное право по Конституции, есть право относительное. Так вот, право на жизнь является абсолютным правом по Конституции, которое не может быть ограничено никакими федеральными законами. Это право на жизнь. И это право на жизнь имеет каждый из нас. И это право не допускает никакого режима, чрезвычайного положения, какие-то другие обстоятельства. Это абсолютное. Но есть и относительные права. Это право на передвижение, право на участие в культурной жизни и многие другие. Так вот, право на жизнь, оно всегда будет первоочередным. Сегодня по смертности у нас практически в день вымирает по крупному населенному пункту. По крупному населенному пункту. Это практически военное действие. По смертности Россия занимает чуть ли не самые передовые места в целом в мире. Почему? Потому что у нас есть вот такие люди, которые говорят, что нас чипируют, нас заставляют вакцинироваться, нас кодируют, значит, лагеря и прочее. Это прививка сегодня не от того, чтобы не заболеть. Это прививка от смерти. Исходите из того, чтобы защитить людей. Те, кто хочет жить, те, кто жить не хочет, не хочет прививаться, сидите дома. Не подвергайте риску своих родных, близких и окружающих людей. Вот из этого я буду исходить. А какое решение примет, пока не знаю. Кроме того, Сергей Коткин рассказал журналистам о том, как идет работа над поправками в закон о публичной власти. Напомню, этот документ регулирует отношения в сложносочиненных субъектах, таких как Ненецкий автономный округ, и предусматривает прямое финансирование из центра. Однако, по мнению парламентария, целесообразно сохранить прежние договорные отношения. При этом он считает, что угрозы автономии нет. Я очень предметно проработал этот вопрос со всеми автономными округами и с областями. Их всего две. Безусловно, Государственная Дума будет принимать решение отдельно для Ненецко-Автономного округа. Никто никаких решений принимать не будет. Это будут решения общие на все автономии. Значит, есть мнение о том, что нужно сохранить договорные отношения с субъектами. Нужно сохранить субъектность, я подчеркиваю, субъектность автономных округов, чтобы они были субъектами. Сергей Коткин добавил, что окончательное решение в этом вопросе будет приниматься исходя из предложений всех сложносочиненных регионов. Илья Сахаров, Ольга Русул, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Продолжение следует... Продолжение следует...